Друзья, я катаюсь на велосипеде, делаю это много, часто. Вот фото 6 декабря 2014-го. Я закрывал сезон. Это вот, меня человек случайно сфоткал и выложил где-то в группе, но долго обсуждали. И открыл я сезон 23 февраля 2015-го. За этот год я накатал чуть больше уже 300 километров. Это очень много, то есть я езжу принципиально работу. Ну и основное мое хобби, я восстанавливал велосипеды. Это был первый проект, спутник 1982-го года. Он 20 лет стоял в подвале. Я всю жизнь хотел себе спортивный советский велосипед. Загорелся, нашел. У человека 3 месяца я над ним корпел, делал, мучился, заменил все у него буквально. И вот сейчас 20 секунд закончится, вот что получилось. Это вот после 3 месяцев. Это был мой первый проект, я его сделал таким. И потом понял, что очень интересно восстанавливать, искать старые велосипеды, сделать из них что-то крутое, что-то новое. За этот год, на данный момент у меня сейчас есть уже около 30 велосипедов, которые я какие-то делаю, какие-то не делаю, на каких-то езжу. Вот интересная история. Когда восстанавливал велосипед, вот такое седло нашел, за 300 рублей купил. Далее публиковал на форуме, в интернете, и люди из Москвы начали писать, блин, какая крутая штука. В общем, вот это седло 58-го года. Люди, которые занимаются этим лет по 20, они никогда в жизни такого седла не видели. Короче, очень дорогая вещь, и я ее выменял в Москве. Но по ходу своих действий я нахожу всегда интересные вещи. Вот, например, эту раму без колес, вот это все я купил за полторы тысячи в велошколе, тоже в прошлом году. Это старший шоссе, это уже спортивный успех, то был туристический. И, в принципе, работал я над ним, наверное, недели две всего лишь. Получилась вот такая штука. Он стоит вот там в коридоре, я на нем проехал уже более 2000 километров. В прошлом году я весь год ездил на этой велосипеде. Это очень крутой велик. Почему занимаюсь советскими спортивными успехами? Потому что это крутые, классные велики. Они сделаны для того, чтобы долго на них ездить. Они легко собираются, легко настраиваются. И если сравнивать... А, все, забыли, чем сравнивать. Это преступление века, да. Я ворую велосипед с помойки. То есть много великов находится на помойке. Где-то у людей берется. Я ехал по Соколу по помойке, смотрю велик и валяется. Вернулся на машине, забрал велосипед, приехал, отмыл, почистил. И получилась у меня вот такая штука. Вот. Это Орленок, 79-го года. Олимпийский, тоже крайне редкий велосипед. То есть в Советском Союзе, как и в наше время, не на все вещи ставили логотип Олимпиады. Но вот как сейчас, то есть это нужно было добиться. Это очень крутой велик, на самом деле. Оригинальные колеса. И вот я только багажник покрасил. Все остальное, вот как он на помойке валялся. Это старт-шоссе. Я его купил в Воронеже тоже тысяча за полторы. Вот такой он был. Ну, крокодил, это когда ты берешь велосипед и туда новых деталей встаешь. И получается такой крокодил. То есть неоригинальное восстановление. Вот на золотом было оригинальное. Почему я его купил таким, потом что-то с ним делал, потом обклеил винилом и потом отдал Уварову, короче. Это был еще один мой проект. Жена сказала, сделала мне тоже велик. Я поехал на металлоломную, собственно, помойку. Нашел вот это вот. Мы с Димой, с Уваровым его как-то взгромозили на велосипеде. Я не стал скучать этот слайд. 20 километров ехали, везли его. Потом я долго делал, получилось вот что. В принципе, клевая штука, на самом деле. Жена очень довольна. И вложения, ну, я Седона выкупил. И колеса, в принципе. Все остальное родное. Будет еще 100 лет, на самом деле, ездить. И выглядит стильно и круто. На это я месяц, опять же, подразделил. Что касается советских велосипедов, то делали действительно качественные штуки. Вот, еще один проект. Это спорт. Вот в таком состоянии мне его отдали. То есть он был покрашен баллоном. Изуродован ужасающий. Там была вилка, варя, ну, такие внутренние штуки. На данный момент я с ним работаю. Я его делал уже месяца, наверное, 4. Я его обклеиваю ним. То есть это будет 100% крокодил. Вот, выглядит он сейчас вот так. Ну, уже немножко получится. Тут уже есть система, обвесы. То есть этот клок я планирую ездить на нем. Сейчас вот синий, который в коридоре стоит. Я на него поставлю оригинальные колеса. И все, и он уйдет в коллекцию. Есть такие вещи, когда вот за этот год я нашел очень много, на самом деле, интересных велосипедов. Вот, в частности, то седло. Вот этот велосипед. Я нашел его на чердаке соседского дома. Опубликовал на форуме. Это АМЗ Салют. 59-го, что ли, года. В европейской части России вот таких велосипедов осталось 3. Сейчас этот велосипед уехал в Москву. Он в музей Мосгортранспорта Москвы. Я его опубликовал. Люди мне написали. Говорят, о, блин, класс, отправь нам. То есть про это не буду рассказывать. Про это расскажу. Чем примечательен тот велосипед. Он был настолько дерьмовый, что... Ну, в смысле, вот его когда делали, он был плохой, очень плохой. И министерство торговли, она его не закупала, а он пошел по разнарядке в детские дома, еще куда-то. И, соответственно, он был крайне редкий. Вот эту вот чушь мы тоже с Димкой принесли с металлолома. Это тоже 50-й годов велосипед. Сейчас Светло уехало в Орел. Ну, он такой, он пошел на запчасти. То есть восстановить его не было смысла, потому что рама проднила. Хотя изначальная идея была сделать его тоже клевым таким дорожником. Это вот сейчас над этим тоже работаю. Это мой первый велосипед. Я долго хотел его найти. Школьник с рамкой, если у кого-то был когда-то такой или видели. Ну, не знаю, я на нем научился ездить и всегда мечтал. Вот тоже нашел. Вот он сейчас уже чуть получше выглядит. Ну, а, конечно, нужно где-то искать крылья. Седло сейчас восстанавливаю. В общем, работ на самом деле много. Ну, и не просто восстановление. Вот с Димкой в прошлом году снимали велопередачу, показывали у нас на ТВ-3. В этом году у меня запустится на ТВК велорубрика. То есть это не просто собирание велосипедов, не просто там их продажа, отдаю, там еще что-то. Мы еще вот как-то что-то пропагандируем. И помимо этого катаемся на самом деле много. Вот велосипед Дима, это мой. Мы там куда-то летом ехали купаться на речке, по-моему, да? Вот. То есть на самом деле много проезжаю и езжу на работу на велосипеде. И каждый день это делаю. И вот сегодня сюда тоже приехал на велосипеде. И всем на самом деле советую пересаживаться на велик. Это экономно, это интересно, это круто. Это вот как выглядит помойка, чтобы да, вы знали. Это вот свалка, вот эта вот куча железа. И вот где-то там спрятаны велосипеды. Вот. Это вот седло. Но тут можно что-то... Ну, в данный момент мы, наверное, раз в две-три недели мы ездим на металлолом и что-то оттуда увозим, потому что нужно вещам давать вторую жизнь, потому что люди зачастую выкидывают очки на велосипеды. Все, да? Да. Есть. Спасибо большое. Варить рамы? Да, да. Это бессмысленное занятие. Это опасно для здоровья и для жизни. Нет, надо брать что-то уже готовое, что-то сделанное. Это крокодиловодство называется. Это когда ты берешь, да, и делаешь из этого крокодила. Да, это есть такое направление. То есть ряд велосипедов моих они такие. Но я стремлюсь все-таки как-то вставать в оригинале, чтобы он вот как был. На самом деле проблем-то нет нигде. Где вот они могут быть? Всегда есть где-нибудь какой-нибудь крючок, какой-нибудь забор, где можно цепью пристегнуть и все. В велосипедоват синим, ему 32 года. И человек думает, блин, что это вообще? Вот. И он как-то не морает. Ну, я не знаю, я пристегиваю везде и как-то проблем с этим нет. Ну, надо как-то мозг включать, не бросать его там где-то еще. Я со шлемом езжу. Уже со шлемом? Нет, мне типа подарит шлем нормально. Нет, я езжу со шлемом, у меня защитная вот эта вот жилетка, там все, то есть перчатки. Безопасно, самое главное, безопасность, друзья. В любую точку города можно спокойно доехать. Ты всех нас предал только что! Нет, на самом деле город, в принципе, приспособлен для велосипедистов. То есть, ну, вот кто ездит, тот знает. Я для себя нашел маршруты в любую точку, могу куда угодно съездить. И это относительно безопасно, чисто и спокойно. Ну, нужно знать, куда ехать. И есть большая проблема в городе, это подъем вот этот вот. Вот у нас тот и тот. Если научиться и грамотно преодолевать, то вообще проблем нет никаких в городе. У меня не крагут велики. Я дарил велики часто. Вот тот, о котором я не стал рассказывать, я его мальчику подарил вот не так давно. А там какие-то там, каким-то еще людям дарил. Когда не нужны велики, надо кому-то отдать. По пешеходным не надо ездить, это напрягает людей. Просто ездишь аккуратно по там же, где и машины, если соблюдаешь право дорожного движения и все. Да нет, там вези никакой, ну прекратите. Я вот, я только что приехал от Сманежа вот сюда, на велосипеде. Я чистый, я переоделся. Вот. Но можно же брать с собой сменную одежду, и все будет хорошо. Ездишь на велике, ты будешь грязным. Я всегда людям отвечаю, которые на машинах говорят. Друзья, вот вы на машинах ездите, она же тоже грязная будет. Помыть куртку, это кинуть ее в стиралку. Она постиралась, с утра она чистая. А помыть машину, это, блин, час потратить, еще денег туда вложить. Поэтому проще куртку постирать. Я могу сейчас бегать, как я поедаю. То есть это маска, это очки, это шлем. Без очков нельзя по городу ездить, потому что иначе потом спать не будешь из-за песка в горы. У меня есть хорошая машина, джип черный. Нет, зачем? Ну, на свалках много машин, сходите как-нибудь. Ради интереса каждый тут, мне кажется, должен сходить как-нибудь на свалку, на металлолом. Там очень круто вообще, прям заставляет задуматься. На тракторном двери, на руднике одна и на цепь заводе еще одна. Как я нахожу велики, помимо того, что это помойки, да? Есть объявление. Вот тот желтый, я целый год, каждый день просматриваю Авито и смотрю в Воронеже, в Липецке, в Тамбове. Ну, куда я могу доехать быстро на машине? То есть иногда всплывает велосипед там за 500 рублей какой-нибудь там дядя продает, который не знает, что это. Это там какой-нибудь чемпион 50-х годов, который потом можно отмыть и там в Москву за 20-ку продать. Вот, то есть, ну... А какие велосипеды ценятся? То есть совсем старые? Или, допустим, там... Редкие. 10 лет прошло. 10 лет нет. Я патриот. Да. Я патриот. Да. Я патриот. Да.